Всем привет! В эфире Универ Ньюс. С вами снова я, Валерия Муратова. Итак, смотрите сегодня. Ректор КФУ провел переговоры с представителями Японского университета Синьшу. Учеными КФУ будет проведена детальная реконструкция истории развития Волго-Уральского нефтеносного бассейна. Метеорный поток Персиды смогут увидеть жители Казани. Стали известны предварительные результаты 31-й международной олимпиады по информатике, которая состоялась в Баку. Четыре золотых медали завоевали российские школьники, среди которых ученик лицея имени Лобачевского Казанского университета Ильдар Гайнулин. А мы переходим к другим новостям. КФУ Японский университет Синьшу планирует открыть совместную лабораторию. Обо всех подробностях смотрите далее. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел переговоры с представителями Японского университета Синьшу. Встреча проходила в торговом представительстве Республики Татарстан в Японии, в присутствии официального представителя Тамерлана Абдикеева и проректора по образовательной деятельности Дмитрия Таюрского. Стороны обсудили возможность открытия на площадке КФУ совместно с Университетом Синьшу лаборатории по модифицированию полимерных материалов углеродными нанотрубками. В КФУ уже функционирует научно-исследовательская лаборатория перспективные углеродные наноматериалы. Университет Синьшу является национальным университетом с восемью факультетами и шестью аспирантурами. Японский вуз проводит множество исследований в пяти кампусах, расположенных в Мацумото, Нагано, Уэда и Ино. В нем работают 1100 преподавателей, а также обучается около 11000 студентов, из которых около 300 иностранных. Артем Тупичкин, Универньюз. Ученые КФУ Ученые КФУ объяснят природу эволюции Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. В настоящее время общей тенденцией нефтяной отрасли в регионе является снижение количества добываемой нефти, относящейся к легкой. Так, учеными приоритетного направления «Эко-нефть» в рамках проекта Российского научного фонда будет проведена детальная реконструкция геофлюидной истории развития Волго-Уральского нефтегазоносного осадочно-породного бассейна. Суть проекта заключается в том, что на породном, минеральном и элементном уровне мы хотим детализировать историю развития нашего Волго-Уральского осадочно-породного бассейна. Горные породы за многомиллионную историю своего существования в пределах осадочного бассейна постоянно испытывают на себе влияние меняющихся во времени условий. История существования Волго-Уральского осадочного бассейна насчитывает несколько сот миллионов лет. Горные породы и то органическое вещество, ну в том числе и, конечно, флюиды, которые эти горные породы вмещают. Вот детальный анализ, в принципе, поможет нам реконструировать, скажем так, отдельные аспекты эволюции, отдельные аспекты истории нашего бассейна. Это в каком-то смысле поможет нам понять природу, вообще говоря, миграции углеводородов, время их миграции. Ну и, соответственно, если мы знаем эти вот моменты, мы, в принципе, можем уже и прогнозировать, скажем так, потенциально перспективные площади с точки зрения дальнейших геолого-поисковых работ. Данное исследование поддержано грантом Российского научного фонда за перспективу определения решения ключевой фундаментальной геологической проблемы. Валерия Муратова, Универ-Ньюс. Лето – время коротких, но безумно красивых ночей. Лунные затмения, зорницы и, конечно же, загадывание желаний при падении звезд. В ближайшее время Земля начнет проходить через метеорный поток Персиды. Это событие станет подарком для любителей романтических вечеров под звездным небом. В ночь с 12 на 13 августа 2019 года жители Казани смогут увидеть в небе метеоритный поток Персиды. Этот звездопад входит в тройку самых зрелищных космических явлений, наряду с апрельскими лиридами и декабрьскими геминидами. Метеорный поток образуется при прохождении Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта Тутля. Частицы размером с песчинку сгорают в атмосфере планеты, образуя звездный дождь. Считается, что максимум вот этих вот падающих звезд будет наблюдаться с 12 по 13 августа ночью. Хочу объяснить, что вообще самое лучшее время для наблюдения метеорных потоков – это где-то в районе 2-3 часа ночи. Потому что как раз наша Земля входит в это облако пыли под таким углом, что, разумеется, мы наилучшим образом будем видеть максимальное число вот этих вот пылинок, влетающих в нашу атмосферу. Персиды являются едва ли не самым динамичным, стабильным и красивым ежегодным звездопадом. Для наблюдения метеорного дождя не нужны никакие астрономические приборы, поэтому насладиться ночным зрелищем может любой желающий. Смотреть на метеорный поток лучше, разумеется, если в любительской такой вот атмосфере. То смотреть нужно именно глазами, потому что в телескоп вы не увидите практически этих следов от метеоров, так как они распространены по всей небесной сфере. А телескоп, он как бы рассматривает небольшой участок на этой сфере. И, разумеется, те, кто хотят наблюдать, именно нужно смотреть своими глазами. У Казанского федерального университета есть уникальный астрономический комплекс широкоугольного мониторинга небесной сферы с субсекундным временным разрешением. Мини-мега-тортория. Этот многоканальный мониторинговый телескоп в автоматическом режиме отслеживает и анализирует быстропротекающие процессы во Вселенной, в том числе и фиксирует метеорные потоки. Она именно профессионально нацелена на то, чтобы фиксировать следы от этих влетающих в нашу атмосферу метеорных частиц. И составляются большие базы данных, которыми, в частности, мы занимаемся их обработкой. Следующее космическое шоу в таких масштабах начнется в ноябре. Пик звездопада Леониды придется с 17 на 18 ноября. Лилия Талипова, Универ Ньюс. Этим летом в продуктовых магазинах на ценниках к молочным продуктам начали появляться аббревиатуры БЗМЖ и СЗМЖ, благодаря которым покупатели, несмотря на состав продуктов, научились определять натурален ли он. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Молоко – очень популярный продукт. Многие покупают его чуть ли не каждый день. Но не вся молочная продукция делается из натуральных компонентов. В связи с чем на ценниках в магазинах появились таинственные буквы БЗМЖ и СЗМЖ. О том, что они означают, рассказал доцент кафедры высокомолекулярных и электроорганических соединений Химического института имени Бутлерова Аркадий Курамшин. Это без заменителей молочных жиров и растительные заменители молочных жиров. То есть без заменителей молочных жиров – это означает, что на изготовлении молочного продукта используются только жиры из состава животных жиров, в первую очередь коровьего молока, который у нас производится в основном, ну, как вариант козьего молока. Вся суть этой аббревиатуры – в наличии и отсутствии натуральных молочных жиров, что ставит под сомнение продукты СЗМЖ. Но у заменителей молочных жиров есть свои особенности. Вред само по себе представляет, например, не пальмовое масло, а плохо очищенное пальмовое масло. То есть это проблема не самого продукта, а его качества. Но не нужно забывать, что, поскольку это все-таки не растущие пальмы, у нас не растут в естественных условиях, то понятно, при ненадлежащей очистке, даже если, ну, исключить все эти страшилки про то, что его возят нефтяными танкерами, это, конечно, не так, потому что пальмовое масло твердое, в танкерах для нефти все-таки возят жидкие какие-то продукты. Но даже при очень высокой очистке в пальмовом масле могут содержаться какие-то растительные вещества, потенциально способные вызвать аллергическую реакцию для человека. С помощью этих определений люди смогут понять, что они покупают и выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Ну, поскольку, собственно говоря, потребитель в конечном итоге имеет право выбора знать, что он выбирает и что он потребляет, чтобы он мог, собственно говоря, в этом деле разобраться. Если человек не хочет есть пальмовое масло, правда, содержащие пальмовое или кокосовое масло, то он, собственно говоря, имеет на это полное право, но другое дело, да, что продукты с содержанием исключительно животных жиров, они в любом случае будут дороже, чем продукты с твердыми растительными маслами. С 1 июля 2019 года в силу вступило постановление, которое обязывает все продуктовые магазины помечать молочную продукцию специальными маркировками, которые будут отделять натуральные продукты от ненатуральных. А на этом наш выпуск подошел к концу. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok